я сейчас потихоньку ползу к верху горам так сказать ну я в принципе так хотела прогуляться а сегодня мне пришлось прогуляться и по пути вот вести новости какие какие всплывут в голове какие помнятся рассказываю странная история была пришла из истры значит ну как бы она так сейчас я не совсем хронологическом порядке расскажу немного по времени перепрыгиваю в общем пожаловался один человек он господи наш часто ходил гулять с собакой сейчас подожди проедет не проедет проедет бабочки они ждут я жду пока они проедут они притормаживают и машут мне чуть ли не поняла но значит меня знает скорее всего помощи не знают это люди просто друг другу привет и шлют даже иногда незнакомым так вот выстрел мужчина часто гулял по одному пути он в общем-то такой заросшие немного дикие ну и там рядом море совсем пляжи и ему было странно что постоянно машину видит на одном том же месте спаркованную долго не убирают эту машину но сначала машина выглядела более менее прилично потом неприлично потом ее увидит что же начали уже разбирать сняли там что-то с колес потом колеса потом внутрь залезли потом раскидали личные вещи из машины потом ауч ноготь оторвало я не знаю будет ли это слышно в камеру но мне очень мешало извиняюсь раскидали вещи потом вообще она вся была разбита уже стояла и он уже не выдержал он как бы звал для до этого проконтролировать но приезжала полиция посмотрела уехала у нас случалось подобное вот прям тут я сейчас прохожу два раза машину находила брошенную два раза они реально были брошены прям видно было по многим факторам одну кстати из леса прям доперли с нее лило масло старое и по этому пути можно было выследить одна машина просто спарковали ее и долго не убирали но здесь такое место что это была зима и когда заледенеть не очень хорошо держать и поэтому в общем то ее убрали чтобы никто не влетел в нее и не мешала на дороге на повороте короче полиция приехала сначала проверяла говорить но о чем ты поможем нос типа стоит и стоит муж кто-то возле моря приехал спарковался вообще не проверяли а а регистрация была по-моему немцы что ли если сейчас до иностранцы какие-то смотрите кстати ведь и вот эту фигню все по пути как слышно щелкает внутри чё-то в шишках короче здесь живут эти гусеницы волосатые такие мелкие они все ходят одна за другой зацепляются как паровозиком очень опасные особенно для шишки что ли лопаются от тепла особенно опасно для животных домашних если собака случайно в траве там будет траву голодать грызть ей на язык попадет все аллергия мощнейшая отек языка и горла о господи ну фига себе выскочил этот большой как он называется кузнечик как саранча но началось ли это . блин что-то остро мне кольнули в ногу все короче здесь здесь уже нельзя прям свободно ходить по такой же даже и змеи могут наверно выползть уже короче проверяли проверяли в итоге пока машину не разобрали уже не стали конкретнее все смотреть додумать что происходит чья машина и так далее в общем стали как бы подробнее разбираться и вроде как до полиции дошло что-то был какой-то странный парень которого видели еще летом и он устраивал постоянно какие-то неадекватные разборки на пляже его тогда скрутили замели и как раз посадили на несколько месяцев ну это не тюрьма как сказать ну в общем и погода мелкие штрафы или что-то такое сотворил не не страшное но вне закона в общем тебя там короче держит не знаю сколько полгода пока штраф не выплатишь или еще что-то такое временное содержание пусть так назову и вот пока он был закрыт эту машину его разобрали по запчастям но суть в том что скорее всего машина вообще него и что эта машина изначально была угнана и он у кого-то ее увел и есть то еще самое интересное что как бы граждане до этого жаловались на парня очень очень долго что у него была какая-то собака странная вроде как сначала говорили агрессивная именно он и эта собака вроде как нападали потом люди поняли что он эту собаку не кормит не поет он ее избивает люди уже поняв это стали уже жаловаться этого хозяина чтобы наоборот защитить животное ну типа она и была агрессивным поскольку такой вот неадекватный хозяин у животного или как самолет прикольно летят сколько густо сейчас начнется к лету и самолеты вертолеты ну и в общем у него куча там штрафов куча всего и он вот так вот на людей там скакал на туристов и разборки но он хорват и в итоге прикиньте вот эту машину которую там просто раз раз фигачили даже не проверяли по номерам даже не пытались найти хозяина вернуть собрать личные вещи документы какие-то из машины так далее короче всем на все пофиг пофиг а наподобие ситуация была я тоже видео большое снимала когда иностранка я сейчас имя не вспомню манекенщица достаточно известная в своих кругах она как сказать лодку какую-то такую надувную выкупила купила или сняла временно что-то такое и оккупировала маленький остров вот так буквально несколько метров проплыть до большой земли вот и она все лето на этом острове без разрешений ну там вообще нельзя было быть и жить а у нее не было вообще даже документов в стиле типа регистрации какой-то или разрешение на проживание туристических каких-то тут например когда туристы приезжают не важно что ты и здесь ты должен если ты дольше трех суток двое двое трое суток ты типа идешь полицию и при ног тут говорят приявляешь временные временный адрес вот чтобы знали где-то был куда ты ездил если ты в машине то в компах специальных также останавливаешься и вот когда нас гости приезжают также мы их вписываем по закону по правилам платишь там какой-то таксу мелкую тариф и все все нормально короче это тетка все не могли выкинуть с острова она там и жила и полоскала и жрала и всякие там вещества у нее неоднократно видели так секунду такая смена картинки смена плана красиво выглядит этот можжевельник прямо сейчас очень такой налитой выкинули в итоге эту туристку только помощь третьего раза или четвертого ей не переставая выписывали штрафы о нелегальном пребывании вообще в хорватии не только на этом острове потом чё-то наподобие история где же было тоже а в сейчас точной локации по-моему тоже истра журналист приехал на маленький островок также целая я шортс выставляла целая как вот сказать кому на такая жила гамаки перекрыты тропинки дороги пишут приват столы расставлены жрать готовит там все дела и вообще люди так охреневали говорит блин вот я тут в хорватии говорит если где-то там приехал выехал но у меня и сконтролировали как бы ну например приехал из адра на том же море в далмацию где-то или из далмации выстру это должен соблюдать законы и не дай бог я где-то там ли нелегально вселюсь поселюсь к другу даже приехав или словенцы которых нет хорватских документов но есть недвижка они тоже постоянно вот это вот в местном управлении вписываются друзей вписывает или родственников которые на лето приезжают тут будет вообще такой раздолбон целый остров машины иногда даже машины завозят там где машинам запрещено быть но есть такие острова в хорватии ой кстати да одна история связана с таким остров но я отдельно тогда расскажу короче и люди горят где власти что за фигня реально в сезон столько этих всех непонятных непонятных людей откуда-то появляющихся нелегально живущих выйдите в этом не только там какие налоги проблемы мусор но бывает люди живут в палатках в шалашах в домах готовят поджигают а потом вот выгорает выгорает леса целые